Привет всем, на канале Old Wooden. Хочу поделиться впечатлениями о станке токарном Holstar DB450. После уже месяца пользования им рассказать о всех плюсах и минусах. Ну что, поехали. Плюсы в том, что этот станок довольно-таки маленький и занимает немного места в мастерской. И еще он тихий. По крайней мере, мой предыдущий станок очень-таки громкий был. И это один с минусов его был, что и способствовало покупке этого станка. Далее, что он очень-таки практичный. Эти все речаги, которыми можно управлять передней бабкой, а также подручником, он довольно-таки быстро все передвигается и фиксируется на месте, никуда больше не ходит. Также мотор тут 380 Вт, но его вполне хватает для всех работ, заготовок, диаметром, которые позволяет этот станок. Это он тянет. Также еще плюсом есть планшайба, с помощью которой можно точить тарелки. Функция, она такой, как в обычных станках токарных. И цена такого станка где-то 400 долларов. И она оправдывается. Он довольно-таки сегмента дешевых станков. Но я бы не сказал, что это такой домашний станок. Это больше, уже уровнем немного больше, нежели хоббийный. Потому что мотор тут не очень таки греется. Довольно долго можно на нем работать. Где-то я точил беспрерывно где-то 2 часа. И он даже вообще не нагрелся. В первый раз, который я его запустил, я думал, что проблема была в подшипниках. Потому что он очень нагрелся. Где-то после 15 минут работы на нем. Но потом, через день я уже пришел и начал точить. И не было никакого нагрева. Он такой, просто-таки теплый. Вот на нем довольно-таки неплохо точить долго. И также хотелось рассказать про его минусы. Из минусов это ручка. Вот эта. Которая выставляет по высоте подручник. Она мешала. Она была длинной, так же, как и эта. На задней бабке. Я его укоротил. И теперь можно даже при поджатом подручнике его опускать и поднимать. Раньше такого не делал. Потому что мешала станина. И ручка просто не крутилась. Это профтык, короче, конструкторов. Вот такой. Ну, это решается. Просто обрезал его. И все нормально. Потом. Еще, что я доделал. Просто нацепил магнитов. Сюда назад. Могу наперед показать просто. Вот. Выколотку в чипил. Прицепил. И так же планшайбу. Просто назад. Чтобы не мешало. В любой удобный момент ее можно быстро достать. И она всегда под руками. Потому что нету никакой шухляды там, чтобы что-то положить. И приходится так обходиться. А, так же с минусов. Это один и очень большой. В мотор. При точении в мотор попадает стружка. Потому что он обдувается. И лежит прям таки под станиной. И между этими... Ну, в зазоре между станинами есть как раз отверстие охлаждения мотора. И туда вентиляцией тянет всю пыль. Ну, не знаю. Пока что просто помогает обдув через компрессор. И все обходится. Ну, не знаю, сколько он будет еще служить. Короче, с таким профтыком. Но пока что служит. И так же эти крышки, которые закрывают... Сейчас покажу. С этой стороны. Которые закрывают... Шкивы с ремнями. Они, короче, как-то непродуманные. Ну, плохо они открываются. Мне не понравилось. Но это... Вот такое мое мнение. Может, кому-то и понравится. Я бы что-то сделал. Может, на магнитах. Просто, чтобы было бы удобнее с этим работать. А так, станочек вполне себе неплохой. Учитывая цену его и качество сборки. Ну, большего, я думаю, не стоит ждать. Потому что он все-таки дешевле джетовских станков. И, может, каких-то других. Чуть-чуть дороже FDB. Но и качество у него все-таки выше. Где-то равняется. Я думаю, джет нисколько не оступает по качеству. Но цена все-таки ниже. И рекомендую этот станок. Он себя, думаю, окупит в каждой мастерской. Даже хоббийной. Но это не для производства. Он все-таки больше для такого хорошего хоббийного пользования. Еще один из минусов, которым хочу поделиться. С вами, это, чтобы вы знали, длина заготовки. На примере этой должна быть диаметр этой. Это приблизительно без обработки 3 сантиметра. Если заготовку, брат, длиннее 20, где-то 22-23 сантиметров, она будет вибрировать. Ну, в принципе, это все и так знают, что чем длиннее заготовка, надо или какое-то ребро жесткости ставить. Но все-таки учитывайте то, что при малых диаметрах заготовки надо укорачивать ее в разы. Вот такие получаются на этом станку лампочки к детской мебели. Я уже показывал видео, как я их делаю. И смотрите следующее видео, будет интересно. Всем спасибо! Пока!